Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня страстная пятница, поэтому, конечно же, на интенсивные движения рассчитывать не стоит. Многие инструменты, с которыми мы следим, вовсе не торгуются. Среди них американский фондовый рынок, золото, нефть. И единственное, на что можно сегодня обратить внимание, это на отдельные представители рынка Форекс, хотя и там, скорее всего, интересных интенсивных движений тоже не будет. Но новостной фонд сегодня более чем насыщен, поэтому нужно его обязательно дождаться, переварить, проанализировать и подготовиться уже к открытию следующей недели. Потому что сегодня мы можем еще больше убедиться в том, что у американского регулятора есть больше условий и причин, из-за которых стоит откладывать вот это долгожданное для многих снижение ключевой процентной ставки. Ну, наверное, точно это снижение ставки ждут тех, кто рассчитывает на ослабление позиций американского доллара. Как вы знаете, я пока эту точку зрения не разделяю, я признаю то, что доллар перейдет к снижению, когда ФРС начнет смягчать американскую монетарную политику. Но это произойдет не раньше лета, поэтому до этих пор мы можем выжать по максимуму из развития восходящей динамики индекса доллара и попробовать протестировать и закрепиться даже выше уровня 105. Какие отчеты сегодня будут в центре внимания? Это в 12.30 по GMT личные доходы, личные расходы из США. Также в это время выйдет индекс расходов на личное потребление. Это индекс PCI, наиболее предпочтительный индикатор для американского регулятора в оценке инфляции. И в целом можно сказать, что сегодня у нас есть возможность проанализировать еще один инфляционный показатель. Мы знаем, помним, насколько чувствительный Федрезерв, насколько чувствительны доходности американских облигаций и доллар к этому релизу. Потому что любой акцент на инфляцию – это то, что влияет на политику американского регулятора и на планы Федрезерва по ее изменению. Еще раз напомню, что сегодня у нас нет возможности отработать все эти релизы через индекс доллара, поскольку торговля закрыта. Но в понедельник мы это обязательно сделаем. И под закрытие торговой сессии в 15.30 по GMT состоится выступление главы американского регулятора Джерома Паула. Я не думаю, что его тезисы, его риторика вообще будут отличаться от того, что мы слышали по итогам заседания американского регулятора чуть больше недели назад. Но если Паула снова отметит, что очень многое зависит, если не все, от макроэкономической статистики, может быть, это усилит внимание трейдеров к тем релизам, которые будут как на повестке текущей торговой сессии, так и в последующие дни. В целом, что у нас по индексу доллара, мы завершили прошлый день на отметке 104.26 и следили за данными США. Темпы экономического роста в четвертом квартале по итогам в годовом выражении 2023 года составили 3,4%. Я допускал, что может быть сюрприз в этих данных, но полагал, что вероятность этого крайне низка. Финальная оценка, она, как правило, не сильная или практически никогда не отличается от той оценки, которую рынок получает до этого. Но прогноз был 3,2% и, по сути, мы увидели значение на 0,2% выше. Количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе 210 тысяч, тоже ниже прогноза 212 тысяч. И делаем вывод, что при таком динамичном росте американской экономики, я думаю, что и первый квартал США тоже начали на коне. Соответственно, сохранение позитивных условий, вот этой восстановительной динамики хороших предпосылок для того, чтобы тренд укрепления американской экономики сохранился, все это создает условия для того, чтобы американский регулятор осознавал все последствия этого для показателя инфляции. Потому что чем бодрее экономика, тем, скорее всего, больше условий для роста индекса потребительских цен. И в этом мы, собственно, уже за последний месяц не раз убеждались, что все больше предпосылок для роста инфляции в американской экономике. Кристофер Воллер, представитель американского регулятора, вчера также отметил. Это уже не первый представитель американского регулятора, который считает, что ставку ее оснижения нужно откладывать и ставить, в лучшем случае, на третий квартал. Сегодня выйдет индекс PC. Еще раз напомню, что прогнозы предполагают очередной рост показателя. Поэтому делаем вывод, что после выхода этого отчета, если действительно фактические цифры совпадут с прогнозами, то по инструменту FedWatch Tool вероятность снижения ставки в июне станет 50-50 с небольшим процентом. И с этим мы потенциально можем начать следующую неделю, когда доллар с большим удовольствием, опираясь на все эти макроэкономические данные, выйдет к новым максимумам. Золото 2232 доллара за тройскую унцию, новые исторические максимумы, рыночный сантимент указывает на то, что толпа сидит в продажах. Мы приняли правильное решение, что решили зафиксироваться перед выходом данных по ВВП, потому что в конечном счете сейчас были бы в большом минусе. Я предлагаю ждать уже следующую неделю, тем более, что и сегодня у нас нет возможности работать с золотом. Но сделка, которую я, скорее всего, буду вам рекомендовать, она вряд ли будет предполагать ставку на дальнейший рост золота, потому что, еще раз, мне больше импонирует точка зрения того, что доллар будет расти и тянуть за собой доходность американских облигаций. В этой связи я не могу, опираясь на фундаментальный фон, купить золото. Европейская валюта против доллара 1,0775. Роничные продажи в Германии минус 1,9% в месячном выражении и минус 2,7% в годовом. Риск углубления рецессии остается очень высоким. Еще также стоит отметить комментарии члена управляющих Совета Европейского Центрального Банка Панета, который тоже за идею того, чтобы Европейский Центральный Банк начал реагировать на стремительно и значительно ухудшившиеся экономические условия и снизил уже процентную ставку. Надеюсь, что произойдет это до июня, поэтому рекомендую смотреть на уровень 1,0750 и ниже. Британская валюта 1,2620, ждем отметку 1,25. Данные по ОВП, как и ожидалось, разочаровали минус 0,3% в квартальном и минус 0,2% в годовом. То есть британская экономика остается в рецессии. И, понятное дело, как и в ситуации с Европейским Центральным Банком, у Банка Англии сейчас есть основания, чтобы не ориентироваться на Федрезеров, на другие центральные банки, которые могут позволить себе сохранить высокую процентную ставку. И начать смягчать политику, потому что в конечном случае эти проблемы станут еще более выраженными. И рецессия, которая должна была закончиться, может продолжиться до конца этого года. Этого, конечно же, допускать нельзя. Американский фондовый рынок, как вы помните, мы ждем новые максимумы. Биткоин 70 тысяч 400. Приток капитала инвесторского со стороны институционалов биткоина ТФ фонды продолжается. Если на прошлой неделе был зафиксирован отток, то за первые 4 дня этой недели приток почти на 850 миллионов долларов. Это очень хороший показатель перед халвингом. Я думаю, что ситуация не изменится. И на этих выходных, я допускаю, что может быть сюрприз. И биткоин отправится к локальным максимумам, может быть даже преодолеет отметку 72-73 тысячи за одну единицу базовых криптовалют. Доллар иена 151.30 я также за идею роста. Но имейте в виду, друзья, что это рост, который может быстро сойти на нет на фоне того, что Банк Японии и Минфин пугают тех валютными интервенциями. Если вы не готовы работать с таким риском, то тогда вам уже нужно шортить эту валютную пару и ждать отработки идеи в рамках 2024 года. Потому что долгосрочно доллар иена точно будут снижаться. Но прежде чем зашортить, я все-таки хочу еще здесь тоже снять сливки с этой валютной пары. Потому что, на мой взгляд, сейчас при сантименте, о котором я постоянно говорю, есть порох для движения выше. Имейте это в виду. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok